Всем привет! Это 21 часть видео прохождения игры Jagged Alliance 2 1.13 с картами из мода Wildfire. В прошлом видео мы отбили нападение отряда Дейдраны. Было там по-моему 4 элитных бойца, 10 человек напали на сектор, причем я их нигде не видел, ну видно они здесь сидели, их было 20, а сюда прибежала половина и сектор при этом не перешел и лояльность не упала. Может я очень быстро в ответ напал, не знаю. Хотел я уже подготовил вне видео моих игроков к ремонту, к лечению Барри. С трудом решился, даже не так, с трудом решил как распаковать вещи, кому что отдать, но все то оружие элитное которое я получил меня не интересует пока что. Очень неметко стреляют мои наемники из этого оружия, плюс оно требует патроны СМС. Кстати, это что получается у меня? Да, можно объединить ящики с патронами. К тому же они требуют патроны СМС-62, кстати их уже действительно много у меня 429, можно и пользоваться в принципе, но как я говорил мне не показались крутыми, но очень много ходов требует на прицеливание, нету отсечки очереди чтобы отдать тоске, поэтому то вооружение которое есть у нас по умолчанию пока с моей точки зрения лучше. Это дробовики и мини для снайпера, чтобы он мог делать два прицельных выстрела. Ну и мы ждем когда придет наш следующий снайпер, причем здесь такой вопрос он должен прийти примерно тогда, когда мы захватим этот сектор. и перед тем как мы начнем всеми отдыхать и лечиться, все-таки нужно сначала их в отряд всех перевести, придется потом их опять выбирать. Мне придется их перевести в безопасное место, я уже хотел устроиться на починку и отдых, но так дело не пойдет, враги могут в любой момент напасть, вот по-моему самое лучшее это вот это вот здание, хоть с одной стороны прикрыто крышей и заборы не дают нас оббегать, то есть я буду знать, что враги нападают примерно с трех сторон, а так даже с двух с половиной. Так, аэро тоже на крыше. Его расположив на крыше, можно опять их вернуть к обязанностям, которые были выбраны, то есть лечение и ремонт. Если враги нападут во время этого процесса, мы спокойненько из рук выкинем все лишнее и будем готовы к отражению нападения. Хотел я, в принципе, нижний сектор не брать до последнего момента, то есть пока не получу 80 лояльность, я это хотел сделать из-за того, что очень неудобно метаться между тремя секторами, пытаясь отбить нападение, но с другой стороны я теряю зря время, плюс за взятие сектора, как я понимаю, так, ты в рюкзак не положил ничего важного, на чем я остановился, и вылетела мысль из головы. А, плюс за взятие сектора, скорее всего, мы получим еще плюс 2, плюс 3 лояльности, то есть 80 мы получим намного быстрее, завоевав третий сектор. Ну и самое главное, что-то мне подсказывает, что взял третий сектор. Я увижу еще мобильные отряды, которые ходят в секторах смежных к третьему сектору Драсина. И если это так, то желательно все же его взять пораньше, и пока не пришла ответка, все эти мобильные отряды уничтожить, как ради того, чтобы что-то заработать, так и ради того, чтобы от них не было угрозы. Так, раскладываю отряд. Теперь всем даю задание. Так, подождите, Лиска растратила сумку? Да, растратила, значит операцию в баре она уже делала. Значит, вот сейчас я буду говорить медик, операцию уже не надо, мы ее уже сделали. Надо только лечить. И двух мед... нет. Два медика, один пациент. Мне кажется, все идет намного быстрее. Так, а... Вот, а Тоска ведет пропаганду, чтобы у нас происходил рост лояльности. Теперь смотрим, что же тут всем поставил я на починку. Да, все правильно, твое основное оружие должно быть в идеальном состоянии. У тебя и так все хорошо, ну ладно. Ты его из него стреляешь, полечи. Барри тоже занят. Так. Ну, у тебя почини на это оружие. В таком случае почини свой этот АшГ, да? Да, АшКГ3, А3. Попробует он стрелять из него. Дело в том, что дальнобойная насадка. И если насадка полечится моими ремонтниками, то я смогу пострелять даже очередями. Ну, хотя вряд ли, потому что он должен лежать в позиции, чтобы после очереди у него мало ходов останется, не приходилось спрятаться. Так. Лиска. 100%, чтобы тебе дочинить. Точно. Лиска пусть чинит свое оружие. Основное. Я имею ввиду основное. Как бы так сказать, переносящее доход. То есть, чтобы она могла более метко с него стрелять. Да? Да. Есть у нас штраф меткости за то, что оружие изношено. Поэтому давайте его починим. Так. И мне пришла в голову одна мысль. Не уверен, что Тоска будет стрелять из этого автомата очередями. Как видим, дробовик лучше. Поэтому давайте мы наши пистолеты сделаем получше. Которые стреляют транквилизаторами, чтобы она была легче. Кстати, как я мог. Посмотрите. Я до сих пор не зарядил пистолеты транквилизаторами. Вот так можно было, конечно, упустить возможность кого-то захватить. Никогда не знаешь, когда это будет происходить. Так. У тебя даже много их получается. Свободных кармашков. Которые ничем другим не займешь. Поэтому давай я тебе дам две дозы. Так я надеюсь, я... Да. Рюкзак не разберу на составляющие. Мне бы не хотелось опять его собирать. Дротики возвращаем. И смотрим, что мы тут сделали. Так. Поставили, поставили, поставили. Чиним. Листка, пистолет. Ну, это она станет потом ремонтером. Пока что она, конечно, медик. Не забудьте сундук положить. Просто если успеем, тогда они еще... А, нет, не успеют. Я же как только починю бар... Извиняюсь. Как только полечу баре... Естественно, полечу, не починю. Я сразу же буду атаковать. Межный сектор, так как решил, что лучше нам лояльность ускорить. Получение лояльности. Вроде бы не... А. И давайте сразу сохраню, чтобы даже если что-то не получится... Я уже с этого момента не начинал. И давайте посмотрим, что нам предлагает Бобби. Бобби Рэй. Как всегда, начинаем с вещей БУ. А, тут есть в разрезе по применению вещей. В данном случае возьмем разное. Сказали, что металлоискатель нужен только для поиска мин. А я где-то в интернете случайно видел такую информацию, что с помощью металлоискателя можно искать нычки. Что-то вроде того, как мы красной рукой проверяем сундуки. Сэмон, ты такое слышал или нет? Ответь мне, пожалуйста. Или это как всегда... Любая игра, кстати, всегда с собой имеет какое-то количество слухов, так сказать. Фольклор, связанный с этой игрой. Так, в Джагеде было про Майка, что его можно нанять. А его никогда нельзя было нанять. Что только они делали, чтобы его нанять, но никогда не получалось. Вот, кстати, мне зритель моего канала подсказал, что уже в 1.13 есть эта возможность. Так. Возьму я себе... Пусть будет даже 300 денег потеряно. Я возьму себе прицел 2Х, чтобы на два пистолета Лискиных установить. Так, вот, кто мне ответит, спальный мешок, есть ли смысл брать? Будут ли мои наемники спать в нем быстрее, чем не спят сейчас? Если да, то это очень важная вещь, потому что, как я говорил, чем меньше наемники спят, тем больше они что-то делают. Ну, к примеру, практикуются. Поэтому, кто в курсе, подскажите. Так, и разгрузки ищем хорошие. Тем более, разгрузки все очень дешевые, как я посмотрю. И то, что они поношены, как-то не влияет на результат. То есть, слоты вроде бы у них не закрывались. Мне нужно средний слот 2. То есть, 2 кармана средний слот, чтобы был нет. Таких нету. Броня мне не интересует, в принципе. И, кстати, давайте я гляну, нет ли... Нет ли таких автоматов здесь в продаже, как я выбил из... Так, нужно под 7,62. Как я выбил из элитника. Мне просто интересно, какова его цена. И сколько мне дают по клавише Alt. То есть, я буду знать тогда приблизительно цену у Тони. Что-то мне подсказывает, что скоро мне придется... Бежать в гости к Тони. То есть, наверное, это сделает Дмитрий, как только я его получу. Он зайдет в Драсин, наберет трофеи, которые я, к надеюсь, к тому моменту наберу. И отправлю его к Тони. Правда, единственная проблема... Вполне возможно, что... К тому моменту уже будут двигаться ко мне каратели. И может Дмитрий оставить все-таки помогать мне. А не кидать его в путешествие к Тони. Отправлять за деньгами. Это тяжело еще решить. Ну, вот, наверное, цена в районе... Нет, не может быть. Должно дороже быть, потому что я за них получаю по Alt 800 долларов. А, я в БУ смотрю. Что же я делаю? Я же так ничего не определю. Нужно смотреть в оружие. Нормально. И тут вот можно... Штурмова винтовка, по-моему, то у меня. Ну, и вот смотрим цены. Да, цены небольшие. То есть, получается, продаю где-то за треть цены. Ну, или Бобби Рей очень дешево продает. Потому что Аксу стоил там что-то 500. Ну, не Аксу, у меня АКМ, по-моему. Но я не думаю, что у них большая разница. Вот у них у всех примерно 1700. А те 800 на 40% больше. Значит, если тут 1700 на 40% больше, те будут стоить оружие где-то 2000 с чем-то. Значит, 25% цены мне платят за продажу населению. Ну, неплохо. Если принести таких с собой 4 штуки. 4 на 2000 округлим. 8000 можно сразу получить. Да, да. Стоит отправлять человека. Если будет, конечно, чем торговать. Так, тяжелая. Есть гранатомет. И недорого. К сожалению, наверное, патронов к нему нет. Ой, извиняюсь. Я взял ПП. Что-то мне подсказывает, что... К нему боеприпасов нет. Или он... Может, боеприпасы в разном. В любом случае. Не там, не там, нет. Да, нет. Очень жалко. Значит, на гранатомет надежды нет. Ага. Смотрите, ремень. Очень дешево. Давай мне кучу ремней. Ну да, по-моему, по 2 оружия на каждое. Правда, он не везде цепляется. Так, ну подождите. 10. Это уже 80. 800 в смысле. Это уже дорого. А у меня... Сколько у меня бойцов? 6. Еще один будет на подходе. Ну, в принципе, это не очень важно, эти ремни. Вот, кстати, есть пустые мешки. Ладно. Я просто так сильно трачу деньги, а не факт, что мне их хватит на оборону. Так, и седьмой прилетит. Я думаю, у него будет ремень на винтовке. Так, мешков. Ну, сколько их вообще есть тут? Ну, вот все мешки и заберем. Хорошо. Значит, не нашли мы для гранатомета ничего. Поэтому мне нечего его заказывать. Так. Зато я видел, появились опять гранаты. Очень нужны гранаты. Опять же, все это дорого. Но у меня нет выхода. Ох, какая ты дорогая граната. Нет, нет, нет. В принципе... А у меня нет мини-гранат. Мини-гранат нет. О, средний слот. И 140 только стоит. О, 2 их даже есть. А вот я не помню. Ну, пусть будет 2. Не помню, сколько бойцов у меня без такого жилета. Но русского 106 нету, поэтому сойдут и те. Да, трачу я деньги на этого Боби Рея. Так, патроны. Что-то я там уже заказал. А, я вспомнил. Придется мне взять патроны на всякий случай. К дробовику картечь. Где это? 12-й калибр. 12-й калибр. Картечь. Одну пачечку закажем. Кстати, они дешевые. А в пачечке сколько у нас? О, понятно. Всего 25 пуль, поэтому они дешевые. На самом деле они совершенно не дешевые. Ну, хотя бы 2. Так. И 5.56 у меня заканчивается. Сплошные разорения. Так, по-моему, у меня обычные 5.56. Вот это они, да? Стандартные, да. Наверное, они. 100 пуль. Ох, как они дорого стоят. Да, надо сразу же думать о том, как восстанавливать деньги. Ну, я надеюсь, шахту возьму, спущусь, насобираю серебряные слитки. Там, не знаю, на какую сумму сразу их будет. Но это меня, конечно, немножко поможет продержаться. Так, ну, смотрим бланк заказа. Что я заказал? Оптический прицел 2. Ремней 5. Пустых мешков 22. Два разгрузочных. Крутые. Хорошо. Две коробки. Одна коробка 5.56. Нету выхода. И, по-моему, у меня уже была заказана коробка. А, пришла коробка для снайперского ружья. Поэтому. Так, и какая сумма? Ай-яй-яй. 5 тысяч. А я почти ничего такого не заказал. Нет выбора. Не стоит жадничать все же. Ну, что ж, давайте мотаем время. Барри должен вылечиться. Даже не вылечиться, а вылечить. Своё увечие. Проворность. Так. Кстати, посмотрите, как интересно. У Боба недостаточно навыков для ремонта. Механика 28. И он не может чинить. Интересно, он вообще не может чинить. Или, или... Ладно. В таком случае занимаюсь обучением, практика, лидерство. Так как ты инструктор. Кто еще не может чинить? Ничего больше не написано. Так, Барри не восстановился. Так, ты получил лидерство. Поздравляю. Барри здоров. Ну, что ж, как я и говорил. Можно атаковать. Кто что починил. Наверное, никто ничего не успел починить. Да, не вижу я. И как раз 78. Да, надо нападать. Главное, чтобы во время нашего нападения... Так, не нужно тебя с собой носить. Чтобы во время нашего нападения никто не напал на сектор, который мы оставим. Так. Не понял. Занял место кто-то. Твоего бинокля. Чем-то, а не кто-то, а чем-то. Надо было все-таки патроны лишние не брать. Можно было бы туда пристроить. Все жалко выкидывать. Но придется чего-то, конечно. А, кстати. Да, зачем ты мне нужен? Это я тебя хотел брать, чтобы кого-то оглушать. Но какой смысл мне тебя оглушать, если у меня есть вот шокер, который справится намного лучше с этим делом. Так. Все. Готовим всех к войне. К битве, точнее. Отдаем все инструментальные ящики. Нет. Давай тебе дадим дробовик. А если уже подвернется возможность выстрелить изо... Подождите. Не то оружие. Смотрю. Так. Насадку никто не чинил. Не хватило времени. Видно. Тяжело у меня с починкой. Так. А у кого забрать еще оптический прицел, который не используется? Хотя это можно делать... А, ПСО не поставится. Здесь пламя-гаситель. С этого пистолета крутого не снимаем, конечно. Лизка, а где твой дробовик? А, это Айра. Я понял. Я вообще не даю никакого оружия, кроме... Угу. На дробовике у... Барри нет прицела. Поставим все-таки на дробовик. Он, мне кажется, важнее. Так. Ладно. Все равно ты будешь стрелять в основном из дробовика. Очереди стрельну один раз просто для проверки. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Кстати, что у него по параметрам? Два клика на прицеливание у тебя. Ну, ладно. Пусть будет. Все. Кажется, я всех проверил. Все готовы. Теперь у вас всех в автомобиль. Спать. Хотя, что вы там на спите за 5 минут путешествия. И обновляем запись. Так. Ну, что ж. С Богом. Так близко. А, видите, как удобно. Я вижу еще один отряд. Его надо будет обязательно уничтожить. Единственное, мне не нравится сектор, в котором он ездит. И, точнее, передвигается. Перемещается. Там есть вода. И что-то мне подсказывает, что эта вода поперек всего сектора. Да, я не могу своим неумеющим плавать, ходить через реку. Ну, да ладно. Это уже будет в будущем. Сейчас нам нужно провести битву. Так. Вот здесь самое удобное место. Явно. Так. Все под стеночку. И начнем вас рассаживать. Ну, хотя не факт, что я сделал правильно. Вполне возможно. Так, Лиска, крой этот угол. Вполне возможно, надо было сделать не так. То есть, по одному залазить, да. Потому что так я сразу засветил врагов в море. Все же это была ошибка. Ну, посмотрим. Может, они не обратят внимание на меня. Так, 60, 97. Ложись. Да, как-то оно неправильно получилось. Боб не может. А, кстати, Айра нужна наверху. Она с биноклем. В помощь снайперу. Сколько у тебя осталось ходов, Айра? 50. 24. 26. Должна суметь лечь. Главное, чтобы ноги твоего напарника тебе не мешали. Так. Тоска. У тебя 88 всего лишь очков. Ну, ладно. Мне все равно нужно на крышу, как можно было. Вообще нужно всех на крышу. Так. 12. Должна суметь лечь. Ложись. Что у нас с режимом? Нет, пошагово мне не нужно. Мне нужен реально времени. Слушаю. Даже не знаю, что предпринять. Вставать и выбирать на себя выстрелы и под защитой выстрелов этими солдатами своими залазить на крышу или надеяться. Нет, наверное, надеяться не стоит. Нужно сразу же врагам вешать люлей. О, враги молодцы. Работаем. Не очень молодцы. Перехвалил я их. Я уже подумал, что они разбежались. Но это, наверное, значит, что они нас видят. Ну, в смысле, пошли нас искать. Как-то у тебя с меткостью не очень. Сильно не очень. Но, так, 35. Будет два выстрела и я лягу. Да. Да. А, не лягу. Ну, хотя бы сяду. Или лягу. Нет. Хорошо. Так, нет, Барри, ты далеко. Толку с тебя никакого. Айра, вставай. Бинокль одевай. И покажи мне, кто здесь, где живет и ходит. Так. И вот здесь должны быть все эти враги. Один успел убежать, где-то спрятаться. Что ты говоришь про выстрел? 48. Останется 2.16-18. Ну, попробуй. Даже попало. О, и меткость получила. Да, стоит пытаться такие выстрелы делать. Меткость тебе качать нужно. Так, ты даже лечь сумеешь. Умничка. Что у нас с тоской? Вставай полностью. Тоска может подойти всего лишь на одну клетку. И ложись. Нужно смещать понемногу моих бойцов и поднимать новых. Второй враг. Второй вражеский боец побежал сюда вот за угол, судя по звуку. Сейчас попробую я его найти и немножечко подранить. Так, мало ходов. Вполне возможно, я не буду никого ранить. Просто вот так вот подойду и залягу. Айра. Ты давай биноклем посвети все тут. Посмотри, посверли. Нет врагов? Ложись. Тоска. Ну, уже все твои проверили, друзья, товарищи. Ну, посмотри еще ты. Так. Лизка. Вставай. И так вот задом наперед. Возвращайся. Думаю, так ты сэкономил очки. Надеюсь. Не знаю, может за то, что двигаться спиной вперед очков забирается больше. Не проверял. Да, кстати, прямо под крышей враг. Я его никак не увижу. Барри надо на крышу. Вовсе не... Не понял. А что, у меня включился режим... Реальный режим? А я даже не заметил. Ну, в принципе, хорошо. Все готовы. Вот, Барри готов. У него есть хороший пистолет, из которого, как вы помните, он укладывал штабелями врагов. Да, очень неплохо. Так, Барри умничка, но нужно мне... Да, вот начали сбегаться враги. В таком случае, давай еще подойдешь. За пределами прицельной дальности. Да не может быть. Видите? А вы говорите за. Так, 29. Останется 15. Еще один 16. Ладно, в крайнем случае присядешь. Да. Нет, хватает и лечь. Очень хорошо. Айра, вставай с биноклем. Тут врагов нет. А тут есть. Но тебе нужно вот так. Там враги далеко. И перехватывать тебя могут только сбоку. Поэтому нужно быть готовым к опасности. Видеть врагов. Будет меньше шанс, что они перехватят. Именно те враги, которые сбоку. Так. Бобби там совершенно не нужен на этой крыше. Но оставлять его на низу нельзя. К сожалению. 20 ходов осталось. Ложись. Да, кстати, оставил их всех там за углом. Но просто они, скорее всего, не будут участвовать в битве. Вряд ли кто-то пойдет меня окружать с той стороны. А даже если будут участвовать в битве, то... опасно. К примеру, если все-таки не повезет и побежит до 2-3 врага, может просто не хватить патронов или перехват они проиграют и их убьют. А те, кто наверху, не смогут им ничем помочь. Так. Не зря я заказал патроны 5.56. Мой снайпер начинает их тратить очень и очень шустро. Так. Айрочка. Где враги? Куда они все разбежались? Или мне под стены, или я бежали назад. Ну, в любом случае ничего страшного, потому что мы понемногу занимаем позицию. Так. Боб. Тебе, кстати, не стоит никогда уже поворачиваться в ту сторону. Так, снизу. Это или гражданские, или враги уже бегают внутри дома. Не знаю. Сейчас все выясним. Так. Встаем всегда самым опытным, самым крутым своим солдатом. Ну, кстати, мне уже не нужно видеть зоны. просили меня кого-то увидела. Да. Была бы у меня настоящая снайперская винтовка, я бы по твоей наводке стрелял. А рутгером я не вижу смысла. Кстати, как-то неправильно я сделал. И вот так вот все вы будете по диагонали стоять. Конечно, вы будете мешать друг другу, но вариантов просто нет. Так. А вы должны вместе уйти. Вы должны уйти вместе. Потому что как только один уйдет, есть шанс, что выбежит с другой стороны враг и кого-то из вас подстрелит спину. А так вы вместе на крышу залезете. По крайней мере, так планируется. А как оно выйдет, непонятно. Есть враг. Явно враг не про нас в таком случае. Ой, туда я не хочу. Вот, так лучше, так намного лучше. Выстрелить сможешь и сесть? А, я с пистолетом в руках. Зачем мне пистолет? Подождите, так это я пистолетом убил на такой далекой дистанции. Ничего себе. Так, а что у нас с переключением? Нет смысла. Вот, это другое дело. 53, и осталось 17. Да, должно хватить. Хорошо. Так, Айра. Кого ты видишь? Ага. Вот еще где враги могут быть. Кстати, Айра должна остаться на месте, а туда должен пойти Барри. должен быть вторым за моим игроком, чтобы имел возможность в любую сторону кидать гранат. Так, давай, я думаю, тебя там не увидят, если будешь на приседку. Так, мой основной боец. Самое главное, что он бесплатный, поэтому его есть смысл качать. в принципе, в принципе, ух, хорошо. В принципе, платных героев нет большого смысла прокачивать им не боевые умения. То есть, если вам, ну, к примеру, я вот даю инструменты, то вначале я хотел, конечно, прокачать, потом я передумал. Я инструменты дую, просто у меня очень много поножных вещей, и механики не справляются. А вообще, конечно, этого... О, Лита сидит. Вообще, конечно, этого делать не нужно. Потому что у них растет цена, которую они запросят за свои услуги. Так, и ты, Барри, наконец-то сможешь добраться к своему месту. Все, отсюда ты гранатами накроешь всех, кого надо. Если не решатся, конечно, на нас напасть. Конечно, мне хочется лиску сюда. Так и сделаю. Айре места нет, да? Кстати, Айрой тоже стоит постреливать, конечно. Нет ходов. На следующем ходу займешь свою позицию. Ты тоже. Так, раненый, по-моему, не убежал. Звук мы слышим с того самого места. О, посмотрите, кто-то уже пытается с той стороны. Так, Барри, давай-ка ты ему попытаешься зарядить дробью голову. А, ты его не видишь. В таком случае могу спокойно встать этим солдатом. Тоже не вижу. Очень странно. все, три тайла, больше нельзя. Так, все, что можешь, ты видишь. В принципе, нужно подойти, конечно, к краю и разобраться, кто там ходит. Но я боюсь, что там не один враг. И как бы точно нас не взяли за одно место. Просто перехватив нас за счет количества. Так, тот враг не хочет. Ясно. там под стеной сидят и не хотят менять свое местоположение. Ты прекрасно, боб. А ты будешь смотреть вот так вот по диагонали. Вдруг кто-то решит со спины. Подождите. Все равно развернулось. Не хотел, чтобы ты это делала. Ну да ладно. Все. Ну, а теперь будем долго и нудно их всех выцеплять. Кстати, я заметил одну хитрость, которая обманывает компьютерный телек героя. Дело в том, если бы я смотрел каким-то из героев постоянно в зону, где бегают враги, они бы все пытались занять скрытные позиции там за деревьями еще где-то или убежать вообще за пределы моей зоны видимости. Если вы в конце хода ложитесь и перейдете ход, то они спокойно забегают в эту опасную зону, где вы их можете достать. Поэтому получается, если у вас есть возможность не смотреть в ту сторону, где враг, обязательно так делайте. То есть, враг сам себя обманывает. Просто скрипт написан именно так, что он смотрит, что вижу я и старается из этого предпринять какие-то действия. Так, никого нет и что-то мне не хочется подходить к краю крыши и смотреть, что там творится. хотя, если я сейчас пропущу ходу 5-6 и ничего не будет происходить, то придется это сделать, конечно. Давайте два хода дадим им предпринять какие-то действия. Может, вот тот, который под стеной там лазит, решится вылезти на крышу. Получит перехват сразу от нескольких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подождите, подождите, так делать нельзя. Я же вам рассказывал. если отключается походовый режим, враг вылазит на крышу. Представьте, ему повезло перехват его и у него сразу полные ходы. Поэтому, если вы сидите на крыше и ожидаете, что кто-то к вам вылез, в ни в коем случае походовый режим не давайте закончить. Так, молодец. Тебе показалось, что уже все тихо и спокойно, ты ошибаешься. А вот это я, конечно, сглупил. Надо было сначала повернуться, но хотя Аэрок все равно хуже его, поэтому не факт, что это мне помогло бы. Хотел просто, чтобы бинокль, с биноклем напарник помогал. Еще и не попал. То есть, зря понес потери. Да, обидно, очень обидно. Я мог бы не получать это ранение, но пока оно совершенно не страшное. Посмотрим, что будет дальше. Угу. Видите уже, как враги нас обложили. Так, 73, 46 на выстрел. Ой, не стоит с тобой ничего делать. Могу сделать 50, будет 23 с запасом. Давай, дробовик. Ой, как ты косо стреляешь. Так, ну в таком случае, так, боб нет, боб охраняет, в смысле, сохраняет свои ходы. Хм, рискуешь, что делать? Там вроде регулятор, у него нет, у него нет возможности тебя перехватить, а даже если перехватить, нет оружия, с помощью которого с такого расстояния можно тебе чем-то угрожать. Так, 5 плюс 7, ты только сядешь. Ну что делать? Давай выстрелим. Тем более, я надеюсь, он испугался. Так, как-то оно не весело уже у нас получается. Ничего себе! Видно, на метание мало очень ходу берется. Я читал, что здесь пытались как-то уравнять метание и пытались видеть посильнее. И вот видите, он может подбежать и кинуть, но стрельнуть не может. Не знаю, ли это правда, я метательным оружием не пользовался пока. Так, чуть-чуть мне не нравится тот элитник. Боже, какой ты крутой! Какой ты крутой! Почему я тебя не вижу? А, это не он был! Понятно. Ну, кстати, подставляюсь я со страшной силой. Просто везет. Так делать не нужно. Что будет, когда будет по 20 элитников нападать, я даже не знаю. Так, Барри, 45, полный прицел, 60, точно ляжешь. Ох, картечь вещь. Фух, так, ты уже пыталась вставать, не видя врага, поэтому делаем вот так, вот так, вставай. Тем более, он бежит, а в беге у него переход хуже явно. Так, 40, да, ничего ты не можешь целиться, иначе опять не сможешь. Да, ничего ты не сможешь в любом случае. Так, Лизка, почему у тебя так мало ходов? Тебя никто не ранил, ничего. Очень странно. Ну, встань, глянь. 52, ружье очень много берет на скидку, 45, 8, то есть, опять только сядешь, не хочу. А с двух круг не целись, как ты будешь стрелять? На скидку, по-моему, 0, у микроузи. Кстати, давайте гляну. 0. Да, 17, значит, если у тебя 20, в районе 30, ты можешь потратить. 26, 32, да, ровно 20 будет. Ну, давай. Ой, молодец, еще и попала экспансивным патроном. Вторым. Так, боба оставим. Тоска, давай, всадит патроны тому. Не до битку. Кстати, сам же сказал, что нужно опасаться этих вот боковых всех. Ах, у тоски патронов нет. И в итоге я встаю сначала своим снайпером. Но хотя, по-моему, все равно его ранил элитник. Просто я не знаю, как он меня видит, а я его не вижу. Это мне не очень понятно. Так, 34, 62, значит, до 40 можно потратить. 43 уже много. Хотя 16 у тебя, но ты ранен. Не хочу рисковать. Давай так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не все, коту-масленица. Кстати, очень плохо я сделал. Теперь вставать своим снайпером опасно. Я спиной нахожусь к элитнику. Так, а сколько мы убили врагов? Всего ничего. Ранили просто несколько. А, нет, 4 врага убили. Это уже неплохо. Так, элитникови чувствуем, будем долго и нудно вычислять. Вообще, здесь не стоит никем вставать. Не стоит. Ходов мало. То есть, даже если я встану, стрелять мне уже не хватит ходов, тем более из дробовиков. Так, а теперь надо вставать. Начнем... Нет, надо начинать с того, кто вообще не важен. Ну, с тоски начнем. Не видишь. Прекрасно увидел. Так, давай начнем с дальнего, потому что ближнего может лиска долбануть. 46 на 74. Так, до 50 можно. У тебя останется 24 хода. Это уже мало. Так, нет, нет, ой, опять. 50. Что ж ты такая косая, а? Так, лиска, давай мы попытаемся своей помощью с ними разобраться. да. Убила, умничка. А тут вообще спиной к нам стоит, поэтому можно, 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 можно. Барри тоже достаточно близко, но надеюсь, его элитник не... О, элитник подбежал. Странно, что Барри выиграл перехват. А подождите, может он увидит? Да, он увидит с боковым зрением. Но, как видите, это, конечно, жестоко. И тут вот вопрос. Добивать этого несчастного или напугать, попасть, может даже случайно... А-а-а-а. Нет, все-таки я выстрелю по этому врагу. Так, 45, могу сделать 54. 49, вот, 54. Так, прекрасно. И напугал, и ходы, и все. Урон там не нанес, но это не страшно. Зато теперь мой может спокойненько встать. Да, перехват у него никто не перехватит после ранения. И произвести выстрел. Элитного надо, конечно, отлично, чтобы он уже не был столь крутым в перехвате. Так, аэро. Я вижу, никто не пытается на крышу вылазить. По-моему, там просто алгоритмы такие, что если кто-то вылазит, должны быть его еще, так сказать, страховать. То есть, должно быть большое количество солдат врага, чтобы он очень сильно стремился вылезти на крышу к вам. Так, 46, 74, значит, до 54 можно. Так, не буду рисковать. до 55 хочется, но не факт, что она после этого сядет. О, молодец. Еще и убила. Качай меткость, качай. Красавица наша. Денег не берешь, ловкость, проворность прекрасна, и у тебя будет отличный стрелок, только меткость прокачать нужно, и все. И там где-то на подходе Дмитрий, которого я, конечно, буду подвергать страшным физическим нагрузкам, чтобы прокачать ему силу, и он у него эксперт, мне по крайней мере Сайван обещал так, что не испортили его специализацию, он в оригинальной игре был экспертом по метателю, но если это правда, и он тут тоже метатель хороший, это будет очень крутое подспорье Барри в метании гранат, но надо будет очень сильно силу ему накачать, чтобы он метал далеко. Так, кстати, я забыл, что Айра с биноклем, попробуй. Да, вот он, элитник пытается убежать, а мы будем пытаться ему не дать это сделать. Не знаю, или получится, но очень хочется. Так, 63, 50, 13, ты не сядешь. Да, наверное, убежит паразит. Да. что поделать? Барри еще ему в спину стрельнет. А дробь такая штука, что она может... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, у тебя ходов нет. Она может попасть всегда, даже при полном косоглазии. Так, вот увидел тоже. все понятно буду больше всеми вставать мало ходов всем нужно восстановить дыхалку а ну да я же немного поработал так что они не выспавшиеся немножко кстати смотрел как некоторые играют и они совершенно не обращают на это внимание и дерутся раненными воинами которых половина жизни не отсутствует или выносливость не выспавшиеся выносливость там 30 процентов да конечно очень интересный и рискованные парни причем пытаются играть они на вот этом тяжелом уровне сложности всегда мне было интересно на что они надеются таких случаях ты выглядишь как лита но ты не элита да что ж ты такой везучий барри бляха нечаянно ход передал промазал хотел стать баре букву с нажать нажал д да да это бред это бред это конечно я очень плохо 13 ходов у тебя ложись очень плохо что я так опростоволосился так надеюсь я выиграл перехват выиграл потому что если выстрелю баре то они все залягут а здесь пришел полностью здоровый красавец попал в ноги не хотел я в ноги конечно полностью здоровый красавец пришел баре опять перезаряжается 44 54 вот можно стрелять интересное не попал я в того который там лежит невидимый судя по разлету дроби очень похоже на это близко почему не так мало ходов ранений нет ничего нет ночи странно так давай попробуем испытаем твой счастливый дробовик который попадает даже тогда когда он не должен попадать подождите положу правильное оружие да очень много и ранений получил просто от своей невнимательности их можно было не получать что пострелять по вас всеми ай никуда не постреляю понятно единственно я могу занять вот такую вот позицию чтобы следующий раз не наводить оружие точнее не поворачиваться в сторону врага такая рад иногда кстати мне интересно аэра иногда ухитряется лечиться ну любой воин ухитряется лечиться лежа а иногда встает чем это вызвано я в принципе не знаю так близко оставать будет тоска она дальше всех поэтому если что-то случится ничего не случилось никого не увидел ясно барри надо вставать тобой так не хочется ты конечно выиграл перехваты но враги куда-то делись так конечно ты здесь ничего не можешь предпринять но зато ранены все в смысле все две двое и личиков ранены про регуляра я не знаю их всего четверо троих я видел значит четвертый где-то пока еще нам не видим айра насобирала ранений которые можно было не получать конечно же так пусть встает лиска вот она дальше всех поэтому потом станет тоска поэтому даже если ее заметят вряд ли попадут и тоска всех видит хорошо сейчас будем потихоньку потихоньку вставать всеми остальными чтобы перехват они не выиграли когда будет вставать мой вот этот вот красавец есть а кстати этот силен я его что не попал в прошлый раз не вроде попал в ноги почему он силен или это прибежал еще один а ранен убежал да что ж за невезение такое баре без патронов вставать нет смысла это может выстрелить лиска и тоска в безнадежных ситуациях но кто его знает дробь все таки к сожалению опять она не может прицеливаться может просто стрелять очень жаль тоска 45 ты можешь 54 сделать ну ладно даже если присядешь а не ляжешь тоже хорошо да у тебя конечно тяжело со стрельбой это слабо сказано так нужно два хода пропустить чтобы жизни сходов восстановилась по максимуму потому что что то я ни в кого никуда не попадаю кстати а может кто то заинтересовался моим джипом где он кстати по получается ага вполне возможно вот этот четвертый смотрит на джип круто если это будет элитник это мы его будем раздевать но вставай где сидел там и сидит тоска вставай это ужас какой то пропускай уже перехваты только так все в таком случае ты спокойно вставай причем от раненого попал вот что значит элита раненый меня так хорошо стрижет тоже лучше так айра вставай давай как можно больше должно видеть всех этих уродов чтобы у них может гранату кинуть но я очень не хочу видать гранат здесь на принципе угрозы нет и мне нужно набрать как можно больше гранат потому что когда меня будут атаковать каратели эти наказывать за захват драссина мне будут дорогие все гранаты этот я на получал так ты видишь одного кого именно дальнего не понял ты сказал что его видишь оригинально в этом уже стрелять а в этого не можешь странно ну ладно стреляй в кого можешь так 63 наш предел даром тратим патроны конечно отжал калиску тоска никого не видит а я я забыл айру положить да что ж то за день такой невнимательности я так могу всех своих героев потерять у ужас что то что то надо так сосредоточься сосредоточься так айра ну раз ты уже стоишь и видишь стреляй пытаясь им сбить их не все а что ты видишь голову стреляй куда хочешь а это тоска была опять невнимательность ужас так так попал надеюсь теперь тебе никто не угрожает и запугали и попали да уж с элитниками сражаться конечно так ты что наверное ты без патрона правда ну да как говорит севен помповое ружье что ж ты хотел оно и так требует огромное количество ходов на вскидку на выстрел жесть так а ты же не сядешь после этого сорок четыре да шесть и тринадцать восемнадцать должен ух сколько я уже жизни позбивал извиняюсь выносливости так нечаянно я выстрел тобой у тебя нет ходов присо кстати это хорошо надеюсь что близко никто не будет ранить так и всех положить внимательнее быть потому что что то я не от сложности игры получаю ранение а от своей невнимательности то не ляжу то не встану то еще что то так лиска лечись вроде бы тебя никто не видит начнем как всегда с тоски вижу даже элита имеет большие проблемы в стрельбе на большие расстояния то есть не так все просто бари еще один выбежал враг ну мне кажется у этих врагов сейчас мало ходов я ранил их картечью летала у них над головой она так что все же начну с ближнего пятьдесят пятьдесят один девять плюс семь шестнадцать вроде бы он садится ложится в смысле с таким вариантом но не хочу рисковать ай-яй-яй может надо было рискнуть может как раз этого риска не хватало понятно барище будет перезаряжаться да тоска может выстрелить но конечно толку с нее никакого не может она выстрелить тоже хочет перезарядиться все все лежат лиска лечится затягивается все это потому что два элитника залегло так хорошо и все и уже у всех проблемы так все давайте я всех перезаряжу больше не хочу этих проблем так тебя не зачем перезаряжать какой улицпах не положил айяяяяяяя тяжелая у тебя ситуация рискас выносливости два я выпью да очень-очень-очень дорого стоит глоток из фляжки очень дорого враги уже пытаются подбежать судя по всему так тgress ка давай смело смело вставай всех видишь ну кстати а почему с тобой нам не выстрелить ты конечно никого не попадешь но у них уже будет меньше желания делать перехват подожди не ложись не ложись так ну барри ты здоров лучше если тебя все-таки перехватят чтобы ранение было маленько у тебя и у моего героя легче полечить чем у одного сильно быстрее так что не буду тебя перехватать не будут так и критичен не столь важен а вот этот уже достоин выстрела прекрасно 2 единицы ловкости потерял тоже хорошо айра ты можешь из дробилка пальнуть вдруг попадешь прокачаешь меткость хорошо как раз один выстрел совершенно не прицелить до 12 прибыль кстати тратится очень сильно как вы видите да попади уже сколько можно так один ход пропускаю перезаряжаю помповые дробовики на следующий пытаюсь встать у лиски все заправлено барри пытайся 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 как видите результативный здесь только снайпер вот такая вот интересная ситуация так лиска только встать можешь стрелять тебе не будет возможности так и вот так вот по мере приближения оставать чтобы сокращать шанс перехвата врагами ну а теперь ты встань и убей кого-то кстати один убежал вот он раненый остался только критичный наконец-то очень жестко эту элиту сокращать вообще вообще сплошные мучения еще и ранения насобирали так стоне где-то элита не чувствует она себя хорошо кровь плещет так лиска вообще в ходах потеряла с подвижностью проблемы да нет про уровень 85 странно ну и где ты красавчик очень странно у нас есть аэра с биноклем что-то я расслабился опять забыл кем надо искать врага здесь ты никого не видишь здесь никого не видишь здесь никого все ясно давай дадим больше ходу врагу до 10 лет возле джипа или я просто не выключил да я не выключил по ходу режим так что не факт надо было проверить ну ладно проверю после этой попытки стать враг затаился и что-то не хочет он вставать кстати а кем же мне пытаться захватить врага если у меня лиска ходов не имеет после ранения она вообще не боец да здесь нужно спать постоянно нападать только выспавшимися игроками иначе видите эти 20 процентов потерянных ходов очень важны так режим реального времени включили проверяем да не возле джипа все тут все уроды тут еще и попрятались все очень плохо да все попрятались и не предпринимают никаких действий так ладно таком случае ты лечись и попробуешь ой ой что это я взял промазал попробуешь ходить по краю вычислять врагов почему-то опять не крайний вечно у тебя это проблема сейчас начнем от края идти по краю можно включить скрытность вот так зараза три врага ранен только один кстати что-то батарейки не заканчиваются у боба хотя он постоянно помехи пускает а я даже спал уже с включена рации может какой-то глюк то есть пересчет идет при включении выключения если не выключаю что уже как я не хочу лазить их сейчас искать там всех внизу да придется придется значит айра смотрит слизки толку нет остается только барри и кстати боб а боб смотрит в ту сторону делать вид что смотрит ту сторону так кстати можно с этой крыши посмотреть вполне возможно с нее мы будем лучше видеть смотрим я между зданиями вижу как-то не замечаю я чтобы я между зданиями что-то видел а вот красный фон вижу вижу но нам это не помогает все начинается игра морской бой наш ход их ход мы должны вычислить где они сидят так ты пошел сюда айра следит боб следит барри идешь на помощь к моему снайперу как-то надо не так разделить слишком много сильных идут в одну команду значит придется таки брать косово боба и отправлять его с моим игроком а тоска пойдет с барри чтобы команды были примерно равны долго мне тут придется ковылять но кстати очень нехорошая позиция убавились как видите то есть если сейчас он увидит врага твоему принципе прятаться и некуда подождите так почему ты в окно не смотришь посмотрел так боб на помощь но я тут подумал надо заглянуть то здание которое подо мной хотя вряд ли там кто то есть он бы за это время уже побегал туда-сюда рюкзак получили нет врагов там нет все же придется пробираться им в том направлении ух сколько тут всего пытаться баре туда перебежать или нет давайте попытаемся получилось тоска туда же тоска слышит запада север юг запад-восток то есть таскал а у нее наушники есть она услышала как раз отсюда это хуже ну или это мирный житель так я уже слышу запада да но я вроде хорошо сижу так что если враг поставится то мы его накажем сразу же очень плохо когда совершенно не знаю что делает враг поэтому вот так очень хорошо далеко вижу если кто то будет пробегать здесь так сказать тут крыша мешает то я сразу же увижу врага так алиска кроет эту эту зону понятно так вот здесь мы слышали врага поэтому надо быть очень аккуратным ничего ты не видишь и по-настоящему даже не кроешь меня тут опасно бегал здесь один никого так мне кажется тут уже где то будут враги поэтому мы вернемся достанем важный инструмент кусачки кстати до этого я еще не показывал никому если кто-то не играл в джагу или играл не столь внимательно то вот есть возможность все как реально в жизни с помощью кусачек сетчатые заборы перекусывать так что если вы не знали этого уже знаете так здесь я не хочу даже двигаться ну разве что вот так вот посмотрю могу еще вот так раз и посмотреть почему то не открылась мне так я все слышу с запада а вот враг точно враг нечего в мирному жителю делать в том проходе это точно проблема в том что здесь окна поэтому я сейчас врага должен увидеть почему не вижу тест код сделаем хитрость а мне надо смотреть в это окно я понял так бобби иди сюда так и давайте посмотрю так извините я не буду выключать конечно уже этот режим мне очень нужен без него очень опасно так ну придется выглядывать ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй это элитник наверно посмотрите какие перехваты жесткие в принципе я не использовал альт чтобы задница так сказать туда-сюда ходить да недобитый элитник интересно с чем ты бежишь с чем ты ходишь что ты пытается бежать ко мне ну что ж ты такой косой ну так боб надо как-то так посадить чтобы ты пытался хоть немного помогать ни капли ты не помогаешь скорее наоборот так ну ладно мы знаем где один враг значит с ними будем пытаться сразиться кстати боба не жалко если ранят поэтому давай боб ты будешь проверять заглядывая в окно а здесь стена я пытаюсь из этих окон посмотреть в те я опасаюсь что мой герой не может отступить потому что в окна его будет видно ну кстати будет только вот в эти если враг будет тут ходить подождем да ну элита кстати перехватывается жестко еще и раненая я даже не знаю что предпринять ну надо вот эту вот хитрость применять с отходом задницей назад и за дерево заходи передом видишь что то все видишь а врага я уже не вижу где он делся вот он почему я его слышу но не вижу а стенка мне мешает что то выходить я не думаю есть что есть а подождите давайте попробуем его отвлечь так айра да это не айра это мой жесть только приманил в себе врагов так он меня обошел с фланга я пытался отлечь стрельбой только благодаря тому что боб вместе с моим смотрит боковым зрением у нас не застал врасплох вот это жесть елки-палки ну давай если ты не убьешь сейчас конечно будешь фух то ужас какой-то я не знаю как как сражаться против огромного количества элитных солдат ну вот все понятно следующий тоже там сидит таком случае боб иди сюда крой эту сторону да вот он сидит выбежал вот его это кстати последний элитный вот его бы раздеть конечно но что-то мне рисковать не хочется где-то еще регуляр бегает уже лучше хотелось бы выстрелить еще раз но это очень опасно если я его не не убью 37 останется 6 ходов да я не смогу убежать ничего сделать я сейчас не смогу бежать там боб свои задницы я все закрыл боб если регуляр выбежит оттуда это конечно будет жесть как раз не в задницу и всадит патрон я тебе даже увидел ой 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 как хотелось бы мне тебя взять что это такое там сетчатый забор охренеть просто понятно почему побежал в эту сторону не в обход побежал вовсе не вот не в обход побежал он просто не мог напрямую идти ко мне да боб конечно бестолковый получается до ужаса ходов мало всего мало толку мало так давайте попропускаем ходы посмотрим что нам скажет слух а ничего он нам не говорит кстати я не знаю что враг предпринимает а работа так ну хоть немного отвлекись так вот это уже жесть можно пытаться выйти но я уже не верю что мой герой в перехватах выиграет так какой еще вариант есть на нету других вариантов вообще не других вариантов ну кстати в таком случае ничего не вижу но давайте попробуем он тоже лежит тоже ждет моих действий так какая у тебя меткость у идеальная меткость можно выстрелить два раза рискнуть да все меткость идеальная ну остался один регуляр я его видел он тогда бегал тут наверное его должны искать вот где-то тут то что он бегал тут возле церкви если вы помните для этого мы подойдем сюда и заглянем в окна понятно здесь опять стена между между зданиями так таска давай выглянем с тобой за угла так видео так надеюсь регулярный такой перехватчик так теперь задница сюда и смотри в окно и ничего не видишь что за окна такие понятно понятно что за окна так барри загляни за угол мы уже знаем что здесь тихо и спокойно и давай занимай позицию здесь видите как долго добивать именно оставшихся так придется тоской таки проверить что здесь делается я других вариантов просто не вижу кстати 7 мне подсказывал что на карте можно видеть последнего игрока не вижу никаких последних игроков или может что-то неправильно делаю объясни мне каким образом я должен увидеть где последний игрок ой последний враг на какой карте я его должен увидеть так ребята извиняйте но я не буду выключать этот режим я хочу видеть что я здесь делаю и бобби тоже дырочку прогрызу но с элитой жестко так а что у меня с уровнем мне еще подрасти то я уже почти максимум если я на десятом уровне не стану всех перехватывать даже что-то оставил да в принципе ничего особенного здесь очень плохое место а если я захожу вот тут мне уже не будет видно я понял так бобби помощник который вовсе не помощник а где же ты спрятался может вот здесь быть он вообще если это так то конечно жестоко так тоска айра кстати уже может совершенно не опасаясь сделать вот так где-то бинокль прекрасно но алиска подойдет и будет немножко страховать айру вот так хорошо так и тоска благодаря биноклю подожди здание можно заглянуть загляни так здесь этот непонятный гражданский аккуратно выглянил так из-за угла никого нет здесь боб всех видит да значит тот поворот чист ну давай богом рискнем кстати может быть в этом здании аса как я понял только в том секторе где присутствует а такое вот здание да кстати а чё я мучаюсь на крышу залазить и все и оттуда смотреть можно тренировать ополчение то есть если присутствие это здание можно тренировать причем в одном секторе усложнили они притом сильно раньше можно было по два насколько я помню в оригинальной игре по два инструктора каждую клетку и быстро ополчение тренировать сейчас конечно все жестче вроде бы вижу уже почти все все равно не подозрение что тут гад сидит где-то так иди загляни за угол да загляни в здание чтобы не вышло что мне в спину выйдет вряд ли конечно такое может быть незачем ему сюда бежать благодаря забору я уверен искусственный интеллект его станет не пошлет потому что забор для него как непреодолимая преграда поэтому он не будет пытаться обходить туда где тупик ну там просто алгоритм поиска граф с вершинами поиска где можно пройти так она реализуется программирование насколько я помню свои студенческие годы давайте мы аккуратненько выглянем еще из этой с этой стороны может сидит здесь в коптерке так кстати залазить нет смысла кто тоска увидела так и есть кстати на двуручное оружие в руках можно попытаться его взять да но чтобы взять нужно лизка не уверен я что у нее все все будет хорошо с ходами а 65 ходов толку нет совершенно придется убивать и все придется убивать и все так но в таком случае раз я вижу где он и что он надо сразу же этим воспользоваться то есть сближаться с ним а там кто его кто его знает чем черт не шутит может я даже смогу его так бобби смогу его оглушить хотя это очень рискованно потому что я могу просто не попасть то есть я уже попал я точно оглушил но если я не попал то естественно шокер ничего ему не делает у меня по-моему там после подбегания может быть всего лишь два удара ну то первый это еще ты прицеливаешься поэтому конечно не факт очень сильно не факт что можно рисковать так так ты меня заметил я так понял да да занимаешь позицию значит заметил будешь пытаться стрелять по моим а ты видишь боба так нет до ляжем вот так ты меня не видишь будешь еще подвигать и еще я буду тебя контролировать нет дверь мне не нужно так подойди ты продолжай подбираться в упор к нему так интересно сколько требует кусачки на перекусывание забора ничего себе 54 хода много не на перекусываешь во время боя да залег молодец залег можно попытаться тебя как-то хочется встать глянуть что-то делается но это очень опасно тогда опять стал видим мы его я что-то не подсказываю что снайпером просто убью и все пока не видишь на чистой так нет я не хотел что ты вышел с этого режима аэробиноклем заметила вообще молодец аэро зачем я перекусываю это все чтобы прижал в упор издевательства не страшно мы тебя здесь подождем вот так так аэро его палит ну да остается вариант один убивать других вариантов нет так аэро видит что рискнуть то кстати сейчас я буду блин он еще перехватил меня хотя и увидит это жесть даже не знаю я как как сражаться с такими перехватчиками так давайте мы будем вгонять страх не знаю сильно ли он напугался непонятно так ты уже можешь бежать он уже никого не перехватит а все равно не видишь очень плохо придется тобой просто лечь так ты очень неудобно стоишь толку никакого давайте сделаем вот так так шум услышал странно чем задница легка мне не веду к тем тем солдатам которые на крыше оригинальный у нее поступок так посмотри сюда видишь да так ну давай я тебя раню чтобы не переживать а там уже будем думать что делать с тобой это уже лучше и а до задницей дороже подождите что ты повернулся передом ну ладно я же хотел чтобы ты а он услышал шум наверно гражданского а или видит баре тут нету окна как он увидит не знаю короче почему предпринял если стрелять ты не ляжешь как боб ты хоть выстрелишь напугаешь его немножко так 64 на выстрел 38 42 до хватит лечь смотрим дальше все повернулся ко мне значит опять могу выйти снайпером ну вот перекрестный огонь конечно это для него неприятная ситуация даже выбегу так как он меня не видит 39 критичен вроде бы вроде бы запугали но опять задница не повернулся что такое ну у меня есть гранаты кстати не у нее у боба есть глушище может попробуем бог и конечно гранатометатель юный получилось так ну что вы говорите граждане товарищи будем пробовать бог и присядь у тебя есть когда и присесть тоска ты выстрелить где-то ну так что точно не попасть это надо над головой а я не знаю если точно не попадать так вот выстрелить я надеюсь чем-то чем-то его там это напугает в таком случае побежали надеюсь я не ошибаюсь принципе мне ничего не мешает богом кинуть еще одну гранатку я не знаю стоит ли ради этого регуляра тратить это все так что он точно не очухался тебе надо еще встать ты после этого сможешь кидать гранат вообще бабе бабе ладно я уже добегаю сейчас контрольным заеду даже лучше контрольный будет вот такой до 63 ты бежишь вообще да только не умри от этого удара есть все 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 сбегаются стервятники кушать кстати то чем я вам рассказывал всегда очень слабо качает сожалению потому что здесь один только смотрит на нас но все равно что-то да прокачивает бобби интересно что у регуляров что-то двуручное но что именно сейчас будем точно знать стоит ли нам делать еще эти захваты не элитных войн так барри почему тебя не видят до сих пор давай уже чтоб тебя видели вот вот пошла прокачка проворность и кстати сейчас мы ее получим тоска и тебе нужно качать проворность есть кстати это с биноклем красавица тоже может а надо ходить туда а я могу задом ходить смотрите и вот не знаю биноклем она видит значит тоже считается что эти бегай задом ходи задом нажавали не надо ходить задом так все поигрались давай что я карабином один полицейский жилет так люди добрые никогда ничего не пытайтесь регуляров забирать в камере начале игры карабин просто заберу так как это это деньги вообще совершенно ничего интересного у регуляра нет все убивать и даже не смотреть на него на этого оборвыша так где ты барри а хоть и твоя проворность бегаешь бегаешь а толку никакого крадил же все что можно все на деньги так патроны забирай так вот ничего так делаем так как патроны можно объединить ну еще что-то можешь украсть а дальше надо его убивать так вы полицейские жилеты разгрузка должна ходов не хватает лучше чем так нет нет не умирай полицейский жилет не все-таки отдай есть что-то он достроил до стоит так барри ты получишь не получишь проворность странно может здесь что-то изменили помню в оригинале я так качался очень неплохо ну да ладно значит тоска давай его добьем все тоска получил единицу проворность единицы силы оригинально ну что ж так сохранилась не дай бог игра глюкнет потеряем весь прогресс так долго мучились покажу вам инвентарь что здесь не понял никакого оружия не выпало доводцы литника только броня выпало и все зато выпивки море это будет куча коктейля молотова здание все проверю так что есть на чем поработать и обязательно нужно а 88 мы получили всего лишь один процент за освобождение поэтому придется еще лояльность покачать с помощью тоски какой один процент было 78 10 процентов за сектор все сразу же можно тренировать ополчение сейчас это даже проверю да все и надо грабить шахту собрать все серебряные слитки скоро подлетит а скоро через сутки он подлетит я целые сутки буду сам что-то неправильно сделано до было сутки постоять на месте ладно в принципе какая разница буду сутки стать в этом секторе или нападать вот на этот на этот отряд мы все теперь мы уже успокоились единственным о чем я переживаю что все же здесь же этот аппендикс дорисован в alt fire в обычном нету 10 аппендикса по моему драть это три клетки и раньше брал шахту и сразу шли карательные я очень надеюсь что здесь нет никакой ошибки за скриптами как у боксера и чтобы ко мне не поперли каратели массовым массовой атакой после захвата шахта я не буду готов к тому времени придется перезагружаться переигрывать десятки раз чтобы отбиться если вообще получится плюс нужно не забывать что приходят каратели отбивать сектора не массовая просто захватили сектор и сразу же по моему из медуны из альмы выходит к вам отряд то есть просто с ними тоже нужно справиться так спасибо всем кто смотрит мое видео прохождение ставьте лайки комментируйте подписывайтесь кстати у меня как я начал играть эту игру появилось 25 подписчиков но почему-то я не вижу 25 лайков если вы решили подписаться вам не тяжело мне приятно поставьте уже лайк под серией чтобы поднять ее в рейтинге больше будет любителей джаги все я с вами прощаю всего вам хорошего пока